День Москвы Через несколько часов для всего еврейского мира наступит день покаяния и отпущения грехов – Йом-Кипур. Традиционно в этот день соблюдается один из самых строгих постов в иудаизме. Он подразумевает полный отказ от еды и воды на 25 часов. Люди проводят большую часть дня в усиленных молитвах. Как правило, при синагогах организуются шатры, где верующие могут остаться на ночь. После праздничной молитвы на Йом-Кипур в общине Байц-Фаради будут организованы спальные места. В этот день принято просить прощения у близких и налаживать отношения. День Йом-Кипур им – это день всех прощений, когда Бог выделил этот день из всех остальных и решил нам именно в этот день простить наши грехи. Дай Бог вам всем счастья, как говорится, и чтобы Бог нас всех в этот день простил и пожалел, и чтобы мы расскались перед Ним и дал нам еще целый год вести добрую жизнь. Мы отчитываемся перед Всевышним с большой надеждой, что он отнесется к нашим приключениям неявным. И каждый рассчитывает на милость Всевышнего. Я думаю, мы заслужили все, что мы делаем. Если сложить на общие весы, то намного больше хорошего сделано еврейской общиной России. Лучшие пассы, голы и пенальти от еврейских дзюб и месси столицы. В Еврейском культурном центре Жуковка прошел чемпионат по футболу «Фима Кап». Кто забил самые красивые мячи – в сюжете Татьяны Ларцовой. «Фима Кап» – это футбольная иудейская московская ассоциация. Музыкант Игорь Сандлер 15 лет устраивал турниры для своих на даче. Но когда его владения перестали вмещать всех желающих, организовал футбол в Жуковке. В здоровом теле – здоровый дух. Человек должен быть и в форме спортивной. Тогда у него лучше работает и душа, и мозги. И он более восприимчив к познаниям Торы. 13 команд, 3 тура и нелетная погода. Но дождь спортсменам – не помеха. На поле команда Стмеги и Мишпаха. В итоге счет 0-0. «Соперник был сильный. Мы знаем эту команду давно. Слышали о ней. Ребята достаточно сильные. И, если честно, я доволен игрой. Для нас это хороший результат. Можно сказать так». «Погодные условия. Они создают небольшую интригу. Мяч кользит и начинаем бить почаще, потому что, ну, может залететь». «Почему не залетел ни один мяч?» «Эээ... не знаю». Побегать под дождем Стмеги пришлось и во второй раз. Здесь они встретились с общиной «Сокол аэропорт». Исход игры, как у России, Саудовской Аравии 5-0. Но здесь по-другому и быть не могло. «Слышите, ребята, ай!» «Да!» «Был очень интересно на этом турнире. Было очень интересно. Команды бились до конца. Видно, что некоторые команды тренируются. Ну, и всем желаем успехов. А такие турниры надо проводить чаще». У команды Стмеги соперники шли по нарастающей. Макаби явный хаварит турнира. Но если у одних – опыт и мастерство, то у Стмеги непреодолимая воля к победе и желание биться до конца. И, возможно, этот Мондиаль тоже станет очередным чемпионатом. Чудес? «Мы не можем бегать, как они, но в футболе, как говорят, быстрее всего бегает мяч. Был прям настоящий футбол с красивым голом, с отличной игрой вратарей. Ну, в принципе, не сильно отличается от того, что мы видим по телевизору. Смотреть было в одно удовольствие». Но не для Стмеги. Единственный гол был в их ворота, и они сошли с дистанции. Но заняли почетное второе место в группе и будут продолжать усиленно готовиться к ежегодному кубку Стмеги. «Да, мы уволили вратаря. В общем, такие ошибки не прощаются. Отправили запрос в сборную России, каким фейф, наверное, перейдет в нашу команду скоро». «К своему оправданию могу сказать, что там мяч вылетел из-под ног защитника, ну, между ног, и он летел в ближний угол. И я уже не видел, и в конце не успел сыграть руками. И, к сожалению, из-за погоды он выскользнул у меня из рук, и, к сожалению, подло залетело в ворота». Как оказалось, Тмеги проиграла чемпионом этого турнира. Макаби заняла первое место. А, как известно, проигрывать победителям не стыдно. Второе – Умаген Давид Хама. Третье – команда МИОЦ. «Тель-Авив» поздравил Москву с днем рождения. Израильское объединение соотечественников передало российской столице пожелание и дальше процветать и развиваться. Все подробности в сюжете Любови Горчаковой. День Москвы отметили далеко за ее пределами. Израильское объединение соотечественников Москва организовали праздник столицы в центре Тель-Авива. «Сегодня у нас большой праздник – День Москвы. Как известно, первый выходной с сентября отмечают День Москвы. Мы тоже сейчас отмечаем. В Израиле много выходцев из Москвы, есть целая ассоциация. Много сюрпризов, приветствия из Москвы, выступления артистов. Думаю, будет интересно». Вот уже 17 лет Тель-Авив и Москва являются городами-побратимами. Все это время между ними развиваются крепкие экономические, научные и культурные связи. День Москвы отмечают уже в седьмой раз. «Вообще к России, в частности, к Москве отношения особые, потому что для меня Москва, кроме того, что это прекрасный город, это мое место работы. Я там служил, я там работал. Это был мой фронт, я там был послом». Послы из Казахстана, Белоруссии, консулы, председатели русско-еверецких общин, деятели культуры, искусства, спорта, писатели и журналисты. Некоторые коренные москвичи, те, кто работал в столице 10 лет и кто лишь однажды видел Красную площадь. Все остались очарованными белокаменной. «Прежде всего, Москва – это мой родной город и благодарен всем организаторам и участникам, что помнят об этом славном городе. И хорошо, что здесь, в Израиле, многие люди понимают значение города Москвы для истории, для культуры, не только России, но и других стран, в том числе и для Израиля». Интересно, что День Тель-Авива в Москве не отмечают, но, возможно, это временно и скоро каждый год. 11 апреля в еще заснеженной столице будет праздник этого жаркого израильского города. Это все новости на сегодня. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова